Мне нравится испанский, потому что я хочу жить в Испании, и это очень красивый язык. Я хочу жить в полюбившуюся страну. Вот уже полтора года девушка штудирует интернет в поисках обучающей информации. Это принесло свои плоды. Моя преподавательница была экспертом ЕГЭ до того, как переехала в Испанию, и она помогает мне искать материалы. Также я стараюсь проходить различные марафоны, например, изучение языка по песням или по сериалам. Мне трудно, потому что очень нравится ей язык, поэтому очень интересно. Таисия может учить испанский только благодаря интернету. В Череповце этот язык не преподают в школах. Хотя в женской гуманитарной гимназии есть факультативы по испанскому. После уроков их ведут для учеников пятых, шестых и седьмых классов. Поэтому Таисия на такие занятия попасть не может. Группу по 12 человек обучает педагог Светлана Дергунова. Ее ученики – настоящие полиглоты. Мы с ними составляем, разгадываем кроссворды на разные темы, проводим какие-то мини, может, викторины. Ну, это разные. Рисуем карту города, где подписываем название на испанском, и нужно маршрут какой-то проложить. Карточки используем, сказки иногда читаем, мультфильмы смотрим. Ну и иногда, когда особенно какие-то праздники, мы сравниваем наши традиции испанские. Детям, которые изучают испанский в гимназии, до ЕГЭ еще далеко, а Таисия будет сдавать его через несколько месяцев. Девушка в своих силах уверена, хотя в прошлом году один энтузиаст пытался осилить экзамен по иностранному языку. Выпускник 40-й школы впервые сдавал китайский. Директор учебного заведения считает, что со стороны юноши это был необдуманный поступок. ЕГЭ по китайскому языку он сдать не смог. Чтобы не совершать таких ошибок, специалисты рекомендуют готовиться к ЕГЭ основательно. Здесь спокойствие, не нужно создавать никакой напряженности. Родителям необходимо создать условия, чтобы дети осуществляли подготовку в спокойной обстановке. И если возникают какие-то проблемы, всю информацию, телефоны горячей линии есть. Мы всегда рады выслушать, помочь в решении любой проблемы. В 2020 году в Череповце ЕГЭ по испанскому, французскому и китайскому языкам сдают по одному человеку. Кирилл Смирнов, Анатолий Холин, Сергей Павлов. Новости.